всем привет с вами канал артмания и мы собрались с димой врачом в поликлинику короче собрались мы чересчур рано время 9.52 почему-то я подумала что мы будем выходить в 10 хотя нам 12 короче у нас два часа я вчера очень очень плохо себя чувствовала и короче со временем конкретно перепутал сейчас мы пойдем наверное погуляем у нас там очень тепло нас утра уже прошел дождик он сегодня сейчас 18 обещает 25 но все-таки одену наверное кофточку такой легенькую и ребенку на это же легкую куртку одену потому что погода может поменяться прошлый раз мы ходили тоже обещали тепло но потом такой ветер сильный поднялся так похолодало вообще кошмар мы еле до дома добежали с таким ветром вот мужик там рубашечки но он машине ему проще сейчас мы пойдем сейчас уже через секунду видите как мы по улице идем будем идти медленно как муравьи не спеша красиво как на улице классно красиво Дима, не соси губу. Что, губу сосёшь? Дима. А красиво, да. Не надо её сосать. А красиво и я, да. Сосёшь. Вон там, смотрите какое местечко. Такая полянка, такая трава там сочная. Зашли мы в парк. Возле губернского рынка. Такой здесь. Сделали хорошую плиточку. Плиточка, асфальт. Мы с вами, кстати, здесь по осени были. Асфальт. Да, диванчики тут стоят. Красиво как. Ну, тут как раз в том месте, где я сейчас показываю, есть бомжатник. У них там какой-то был домик маленький. Как-то раз я туда чуть не забрела. Там очень красиво, блин. Они там тусуются как раз. Там печка какая-то у них. Не знаю, сейчас осталось или нет. Птицы как поют. Короче, мы пойдем отсюда, потому что дунул ветер. Аромат бомжей прям вообще пошел. И сразу они оттуда побежали. С той стороны как раз, куда мы хотели идти. Не хочу. Запах, конечно, такой неприятный. Они прям воняют. Птичьи хотела записать вам. Что-то они плохо поют. Вот здесь вот окно смотрите. Классное. Большое такое окно в маленьком домике. Так клево. Представляю, как там светло. Мы гуляем. Не знаю, меня наверное не слышно. Гуляем. У нас еще час до приема врача. Даже чуть больше. Решили туда пойти прогуляться. И старые дома. Охотятся. Киса, да? Какая красивая киса. Киса, да? Какая красивая киса. Киса какая красивая. Смотри, пушистая, да? Удыхает киса. Удыхает киса. Да. Киса красивая. Сила сидит перед Димой. Нельзя? Ай-яй-яй. Нельзя, конечно. Они цветут красиво, да, Дима? Будет взять. Это же асмин большой. Представляете? Целое дерево. И вот цветочки как раз срывают и пьют. На даче, наверное, тоже растет. Сейчас. Где-то тут. А, вон тут какой-то зверь летает. Ай-яй-яй. Ай-яй. 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 Вон от меня. Как какая-то мошка большая летает. Сам ее засниму. Мошка летает. Купа мошка летает. Камера скакала, хотела. Кстати много здесь летает таких. Здесь дом, кстати, старый. Старый большой дом. Шнелики маленькие летают. А вон майский жук трудится наверху. Попка его. Майского жука. А где-то побольше появились. Смотрите, буквально мы были здесь с недели назад. Смотрите, уже каштанчики. Там лестнице. И лучше лестнице. Птички летают. Слышно, как они поют. Смотрите, цветет еще. Еще цветет. А вот тут уже плоды. Вот они плоды. На том же самом дереве. Мамера. А вот тут. Как мне? Мамера. Его очень вкусная. Мамера. Я тебя спустила Все, ходим мы с другой стороны теперь. Тут увидели белый каштан, они, оказывается, разные, сфокусировалась, говорю, разные они видимо, там был розовый, тут белый, все еще цветет, очень много, кстати, падает плодов. Да, чего ты? Дима у нас постриженный, да? Маме опять становится плохо, да, Дим? Что-то у меня третий день кружится голова, не кричит и так. Ай-яй-яй. От всяких резких движений голова кружится. Сегодня уже легче, а вот прям позавчера вообще меня так шатало сильно. Не знаю, почему я на голодании не сижу. Уже давно на диете тоже не сижу. Не знаю. Думаю, может переутомление какое-нибудь. А раньше хоть свекровь приезжала, Диму брала. Я уезжала, отдыхала, высыпалась. А сейчас с этим карантином она не приезжает. И, конечно, очень сильная усталость. Не представляю, как другие, у которых муж постоянно на работе. Женщина одна целыми днями с ребенком с одним или с несколькими. Наверное, это ужасно. Пытаюсь себя подбадривать, но никак. Все равно усталость есть. Запах какой-то странный. Птички поют. Не зря мы вышли раньше. Короче, у нас еще до врача целый час. Мне уже хочется посидеть. Я устала. Батюшки, что там такое в кустах? Голова Микки Мауса. Шарик, видать, сбежал от кого-то. Лежит тут. Сбежал, шарик. Да, сбежал. Улетел, наверное, а потом присел. Да, сбежал. Короче, такие у нас дела. Мы сейчас ждем врача. Сейчас будем, наверное, ходить туда-сюда. Прогуливать этот час. Не знаю, может быть, я сейчас свою поликлинику позвоню. Узнаем, наш педиатр принимается. Может, на данный момент. или кому-нибудь еще попасть за этот час. Что ты там разбираешь? Что еще? Синь. Это огурчик тут. Огурчик? Это лук для овеней. А, точно лук. Это перчик. Перчик. Это перчик. Это перчик. Это тарелка. Да, туда все складывай их. И там все это. Здесь И. Буква И. Там там нет. Ну, сейчас застрянешь там, Дим. Там застанет. Тарелки взять. Стакан разложил. Кому какой стакан еще раз скажи. Это Бобо Вайн. Это мамин. Это мамин. Это Димин. А Бобе Ире какой стакан? Это баба Ире стакан. А Димин тогда где? Это мамин. А Димин? А баба Валин тогда где? Где Бобо Валин? Это. А это что? Тарелка. Поднос. Где? А чайник где, Дима? Где? Взять. Взять чайник. Взять чайник. Взять чайник. Вот он, молодец. Там. Там картошка. В чайнике? В чайнике. У тебя чай из картошки что ли? Чай. Идем мы уже домой. Короче, врач такая была очень резкая. Рассказываешь. Она как резко вдруг переспрашивает. Да, Дима, что ты там увидел? Прям около какашек остановились. Да? И ты на них любуешься, смотришь? Вот, короче, там я на камеру звук записала. Я вечером домой приду, посмотрю, что у меня там получилось. Какие-то там разные слова непонятные говорила. Я переспрашивала. Отвечала совершенно другое мне что-то. Короче, вообще ничего не понятно. Что? Покакал. Покакал кто-то, да. Собачка покакал. Собачка. Здесь так птицы поют. Классно. Сейчас мы пойдем посмотрим, продают ли творог. Творожок купить надо нам. Уже время 12 часов. У первого, наверное, пока мы шли. Вот, короче. Опять у меня начинает кружиться голова. Неважно себя чувствую. Потом как-то я вообще не поняла ничего у врача. Одно спрашиваешь, другое отвечает. Переспрашиваешь, начинает записывать. В итоге ничего не понятно. Ни ее не могу понять, ни она меня, видимо. Короче, так вот мы сходили. Записалась еще другим специалистом. Там тоже меня девушка прям конкретно запутала. Кое-как вроде мы записались. Поехали на чип, другое. Здесь внутри в крови. Б presentations. «На зрительные графики в этом-люшне», Продолжение следует...